Привет, дорогой слушатель. Сегодня у нас особенная тема, как очистить дом от негативной энергии, ругани и болезней. Все мы замечаем, когда в нашем доме что-то не так. Иногда заходишь, и вроде все как обычно, но внутри тяжело, настроение падает, а на душе становится тревожно. Или наоборот, вроде бы ничего особенного не произошло, но ссоры вспыхивают на ровном месте, а после них долго чувствуешь себя разбитым. И это не просто ощущение, дом действительно может впитывать энергию. Когда она чистая, в доме приятно находиться, а если энергия испорчена, жить в таком месте становится тяжело. Давайте разберемся, откуда это берется. Негативная энергия может появиться в доме по-разному. Например, вы сами принесли ее с работы, где был сложный день. Или в гости заходил человек с плохим настроением, и его состояние осталось в пространстве. Может быть вы поссорились с близкими, и эта ссора оставила свой след. А в некоторых случаях бывает так, что кто-то намеренно хочет вам навредить, это осознанный негатив. Не важно как это произошло, важно то, что с этим можно и нужно работать. Когда в доме тяжелая атмосфера, это отражается на всем. Люди чаще болеют, меньше радуются, теряют мотивацию. Даже обычные бытовые дела превращаются в нагрузку. Дом словно перестает быть местом силы, а ведь именно таким он и должен быть. Поэтому регулярная энергетическая чистка – это не просто полезная привычка, а настоящий ритуал заботы о себе и своей семье. Сегодня я расскажу о очень простом, но эффективном методе, который поможет очистить дом от накопленного негатива и вернуть ему светлую, чистую энергию. Этот метод подойдет абсолютно всем, он не требует каких-либо особых знаний или навыков. Полынь, зверобой и душица – это не просто растения. Это настоящие природные хранители энергетической чистоты. Полынь с древних времен использовалась для изгнания злых духов. Ее горький аромат и дым считались защитой от всего темного. Зверобой – это трава, которая укрепляет защиту. Его энергия помогает восстановить баланс, словно вокруг вас образуется невидимый щит, а душица – символ уюта, тепла и гармонии. Ее аромат помогает успокоиться, создает в доме ощущение покоя. Каждая из этих трав действует на своем уровне. Полынь очищает, зверобой защищает, душица приносит мир. Вместе они создают мощную комбинацию, которая наполняет дом чистой, светлой энергией. Прежде чем начать, важно подготовить себя. Это не просто физическое действие, это энергетический процесс. Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и представьте, как изнутри вас начинает исходить свет. Этот свет постепенно заполняет все ваше тело, а затем переходит в окружающее пространство. В этот момент вы настраиваетесь на то, чтобы передать дому свое намерение, сделать его чистым и гармоничным. Теперь подготовим все, что нужно. Вам понадобится 5 сухих веточек полыни, зверобоя и душицы. Красная нить. Чашка или миска, которая выдерживает огонь. Немного соли для очищения посуды. Свяжите веточки красной нитью в пучок. Красный цвет здесь не случайен. Он символизирует защиту, энергию и силу. Это древний символ, который помогает усилить эффект ритуала. Теперь самое важное. В светлое время, суток возьмите связанный пучок трав, подожгите его и сразу же потушите, чтобы травы начали тлеть. Положите тлеющий веник в чашку, чтобы собирать пепел. И вот с этой чашкой начинайте обходить дом. Зайдите в самую дальнюю комнату и двигайтесь к выходу. Дым должен проникнуть в каждый уголок. В процессе повторяйте слова. Дом чистотой сияет. Всех, кто в доме радостью, счастьем и любовью наделяет. Эти слова обладают мощной силой. Они словно запечатывают вашу волю, направляя энергию дыма на очищение пространства. Произнося их, чувствуйте уверенность в том, что все плохое уходит. Представляете, как дым захватывает темные пятна энергии и выносит их наружу. Когда обойдете весь дом, полностью потушите пучок трав. Очень важно, чтобы от него не осталось даже маленького дымка. После этого откройте окна и двери. Пусть свежий воздух принесет в дом свет и чистоту. Пока проветриваете комнаты, еще раз обойдите их, повторяя заговор. Теперь важный момент. Остатки трав нужно вынести из дома. Лучше всего сразу выбросить их в мусорный контейнер или закопать за пределами двора. Это символизирует, что все плохое покинуло ваш дом. А чашу, в которой тлели травы, нужно тщательно вымыть водой с солью. Соль это естественный нейтрализатор, который поглощает остатки негатива. Этот метод работает уже много столетий. В старину полынь развешивали в домах, чтобы защититься от сглаза. Зверобой часто использовали в обрядах на здоровье, а душицу заваривали как чай для успокоения и гармонии. Эти традиции проверены временем. Елена из Новосибирска поделилась своей историей. После сложного периода в жизни я почувствовала, что дом стал каким-то чужим. Казалось, что стены давят, все раздражало. Решила использовать очищение травами. Я попробовала, и уже после первого ритуала в доме стало легче дышать. Мы с мужем стали меньше ссориться, а дети перестали капризничать. Теперь я провожу такую чистку раз в месяц, чтобы поддерживать гармонию. Практику не обязательно проводить только после негативных событий. Это как уборка, чем чаще вы очищаете пространство, тем легче поддерживать в нем порядок. Оптимально делать это хотя бы раз в месяц или после тяжелых дней, когда вы чувствуете, что атмосфера в доме изменилась. Каждый дом – это не просто стены, это живое пространство, которое взаимодействует с нами. Когда мы очищаем дом, мы очищаем и себя. Дом становится местом силы, где легко дышится, где хочется быть. Итак, мы разобрались, как можно очистить дом от накопившегося негатива с помощью простого и действенного ритуала. Но это только первый шаг. Теперь давайте поговорим о том, что происходит дальше. Ведь дом – это не просто пространство, которое мы очищаем. Он постоянно взаимодействует с нами, с нашими эмоциями, с нашим состоянием. И чтобы он оставался местом силы и гармонии, нужно понять, как ваши эмоции влияют на атмосферу дома. Давайте задумаемся, как вы себя чувствуете дома? Спокойно? Комфортно? Уютно? Или, может быть, бывают моменты, когда кажется, что даже родные стены давят, атмосфера становится тяжелой, а настроение ухудшается? Это не случайно. Дом – словно зеркало, отражающее наши эмоции. Все, что мы чувствуем, делаем, говорим, остается в этом пространстве, как след на поверхности воды. Почему важно работать с эмоциями в доме каждая комната вашего дома – это как сосуд, который вы наполняете своей энергией. Радость, смех, благодарность – все это наполняет пространство светом и теплом. Но если вы злитесь, раздражаетесь или грустите, эти эмоции тоже оседают в вашем доме. Со временем они начинают создавать невидимый груз, который мешает вам чувствовать себя спокойно и счастливо. Но есть и хорошая новость. Вы можете не только очищать свой дом, но и наполнять его энергией, которая будет вас поддерживать. Ваше отношение к себе, к своим эмоциям, к пространству – это и есть ключ к созданию гармонии. Давайте я поделюсь с вами несколькими практиками, которые помогут вам наполнить дом светом. Кстати, друзья, если вам интересны такие простые, но эффективные практики, которые помогают улучшить самочувствие, наполнить жизнь энергией и гармонией, я рекомендую подписаться на телеграм-канал «Магия жизни». Это авторский канал Натальи Светлой, где регулярно публикуются советы и техники для работы с энергией. Там вы найдете много полезных рекомендаций, которые помогут вам настроиться на волну счастья и благополучия. Подписывайтесь на канал по ссылке, которую я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Этот канал – настоящая находка для тех, кто стремится к гармонии и хочет заботиться о себе с любовью и вниманием. Ну а сейчас давайте продолжим. Простые практики для наполнения дома спокойствием и гармонией. Начнем с благодарности. Это очень простая, но невероятно мощная техника. Каждый вечер перед сном вспомните три вещи, за которые вы можете поблагодарить этот день. Это может быть что угодно. Вкусная еда, теплый разговор, удачно выполненное дело. А потом поблагодарите свой дом. Скажите «благодарю тебя за тепло, за уют, за защиту». Это не займет много времени, но вы почувствуете, как атмосфера начинает меняться. Благодарность создает в доме особую энергию, которая остается с вами надолго. Утро – это время, когда ваш дом просыпается вместе с вами. Попробуйте такую медитацию. Сядьте поудобнее, закройте глаза и представьте, как из потолка льется мягкий теплый свет. Он заполняет каждую комнату, каждый уголок вашего дома. Почувствуйте, как этот свет наполняет пространство гармонией, соединяется с вами и дает вам силы для нового дня. Даже пять минут такой практики способны задать правильный тон всему дню. Когда день подходит к концу, важно отпустить все лишнее. Возьмите свечу или аромопалочку, зажгите их и медленно обойдите дом. Представляете, как свет свечи или легкий дымок очищают все от тревог, усталости, напряжения. Это не только поможет вам расслабиться, но и наполнит пространство легкостью. В завершение можно сказать «Мой дом – обитель счастья и любви». Помните, ваш дом – это отражение вас самих. Когда вы заботитесь о себе, о своих мыслях и эмоциях, это неизбежно передается дому. А когда дом становится местом силы, он в ответ поддерживает вас, помогает восстанавливаться, вдохновляет. Даже такие простые действия, как проветривание комнат, наведение порядка или зажигание свечи, способны изменить атмосферу. Но самое главное – это ваши отношения. Если вы относитесь к своему дому с уважением, благодарностью и любовью, он отвечает вам тем же.